Психологически очень важно любить, подчиняться, выполнять приказ. Тут минимум интеллектуальной работы в этом момент происходит. Ты просто действуешь. На второй-третий день эксперимента надзиратели начинают реально жестить. Вошли во вкус. Вошли во вкус. Это к вопросу о том, что жестокость бывает разная. В каждом человеке сидит какой-то маленький фашист. У нас были атрибуты маленького фашистского государства. Это затягивает. Преклонение, власть, контроль. Что первично? Требования системы? Или всё-таки твоя готовность стать подонком? Привет, друзья! Этот выпуск не про события в Белоруссии, но именно они натолкнули нас на эту идею. Я с последней недели несколько раз уже слышал этот вопрос. Много раз. Как такое вообще возможно? Как ОМОН избивает с такой жестокостью обычных, иногда совершенно случайных людей? Как обычный следственный изолятор превращают в натуральное гестапо, где людей избивают, пытают и насилуют? А не там специально в этот ОМОН набрали каких-то маньяков, садистов? Или при определённых обстоятельствах на такую жестокость способен каждый из нас? Неприятный вопрос. Ещё неприятней, что психология, как наука на этот вопрос уже ответила. Да, при определённых обстоятельствах на проявление максимальной жестокости способны большинство людей. Может быть, подавляющее большинство людей. И поскольку мы с такими проявлениями столкнулись и, возможно, ещё столкнёмся в ближайшем будущем, вы понимаете, о чём я, мы решили, что важно про этот эффект, который в одной из классических книг так и назван, «Эффект Люцифера», поговорить подробнее. Михаил пять лет служил во втором оперативном полку. Это известное в Москве подразделение. Участвует во всех митингах. Со времён Болотной оно такое прогремело. И ты даже участвовал в задержаниях, в том числе Лимонова задерживал, я читал, да? Ну, доставляли. Это не задержание называется, а доставление. Доставляли. Что служит поводом для задержания? Приказ или ситуация? И ситуация, и приказ. Это совместная работа. Иногда есть приказ, когда мы работаем на больших мероприятиях, то есть приказ зачищать площадь. Тогда, естественно, мы зачищаем площадь. Тут минимум интеллектуальной работы в этот момент происходит. Просто действующий. Когда ты учился, какое это было обучение? Работе с толпой, работе с организованной, неорганизованной группой людей? Да, но мы работали с толпой постоянно. Поэтому обучение было постоянно. Не только в центрах профессиональной подготовки, но и в принципе в подразделениях. Не могу сказать, что это что-то особенное. То есть никаких запугиваний особенных не было. Были тактические приёмы, которые должны устрашать. Мы могли видеть по Беларуси дубинкой по счету, например. С одной стороны, с другой стороны. Это такие тактические приёмы, чтобы немножко подавить протестующих. Другой не рота! Забо! Забо! Идем! Рота! Стена! Стена! Идем! Как вы попали в группу «Альфа»? Это было желание, мечта стать спецназовцем? У меня было желание, была мечта стать военным. Когда меня спрашивают, как попасть в «Альфу», как стать спецназовцем, я им всегда говорю, ребят, физическая вещь – это вторичная. Но вы должны к этой службе быть готовы психологически. Психологически очень важно уметь любить, подчиняться, выполнять приказ. Что мне нравится в современном мире? Так это то, что если ты чего-то не умеешь или не успеваешь сделать, то всегда можно найти профессионала, который сделает это за тебя. Главное – знать, где искать. Яндекс.Услуги – это то самое место, где можно найти специалистов практически во всех сферах – от репетиторов и юристов до сантехников и электриков. Больше не надо искать по знакомым, чтобы найти проверенного спеца. Особенно выделю так называемых «мужей на час» – людей, которые могут помочь с ремонтом, уборкой, установкой бытовой техники, сборкой мебели, строительством и так далее. Мне как раз часто не хватает времени именно на домашнее хозяйство. Поэтому услугами этих специалистов я периодически пользуюсь. Починить кран, разобраться с батареей или подключить стиральную машину. Найти нужного специалиста на услугах проще простого. Просто вбиваем в поиски интересующую услугу или сами создаём задание с описанием того, что нужно сделать, выбираем исполнителей, которые нам понравились, и изучаем их анкеты. Для начала информация об исполнителе, которую он указал сам. Далее рейтинг, который складывается из оценок людей, воспользовавшихся услугами конкретного человека. Средний рейтинг на Яндекс.Услугах довольно высокий. Ну а чтобы окончательно убедиться в надёжности, смотрим отзывы и сертификаты обучения. И всё. Если этот муж на час или другой специалист вам понравился, то можно сразу с ним связаться по телефону или прямо здесь, в чате. В Яндекс.Услугах проверяют всех, поэтому не стоит сомневаться в надёжности этих ребят. Попробуйте сами. Ссылка в описании. Вот когда вы видите или слышите то, что в Беларуси произошло, когда людей не только на улицах избивают, но и целенаправленно привозят в изолятор, и там устраивают настоящее гестапо, вас удивляет такое поведение? С одной стороны, шокирует, с другой стороны, это же достаточно очень легко и просто объяснит. Ребят с 15 берут определённых людей со своим каким-то психоэмоциональным окрасом, со своими способностями. Их, в принципе, с малолетства, кого-то с Суворовского училища, кого-то с 18 лет, кого-то с 17 лет, начинают выращивать и выращивают на определённой идеологии. Вообще милиция особого назначения, либо отряды особого назначения, отряды мобильного назначения, они изначально же набираются из людей, которые не имеют практически жизненного опыта, и затачиваются на то, чтобы применять жестокость к людям, и виновность которых им неизвестно, причастность к чему-либо им неизвестна. Им же важно выполнить команду. То есть ты приходишь, тебе 18 лет, 19 лет, и тебе говорят, вот теперь ты будешь жить в казарме, тебя устраивают. Тебя будут кормить, у тебя будет всегда спецодежда какая-то, у тебя будет заработная плаца стабильная. Тебе за это нужно будет участвовать в мероприятиях чаще всего такого охранительного характера. Но иногда тебе нужно будет применять насилие. В отношении кого? В отношении врагов нашей Родины. А они враги, конечно, враги. И эта тема с врагами постоянно прокачивается, насколько я понимаю. Конечно. Не один разговор. Конечно. Как это происходит? То есть там есть занятия по политподготовке натуральной? Проходят специальные часы, проходит специальный час теоретической подготовки, где объясняется, кто такие иностранные агенты, почему иностранные агенты – это враги Родины, что такое Родина, объясняется. Объясняется, что Родина, но если это применительно к Белоруссии, то это Лукашенко и его близкие, у нас это, Путин и его близкие. Вот это Родина. Они ее защищают. А те, кто с этим не согласен, это не Родина. Тебе просто звонят и говорят, либо ты звонишь, если ты руководитель этого следственного изолятора, что у меня тут народу, я не знаю, куда их девать, а что с ними делать? Тебе говорят, отмашка полная, работай. Все. Прикрытие будет. Ну, вы же видели, летом в Москве 2019 года, можно было делать все, что угодно, и бойцов, и ОМОН, и оперативных полков прикрывали же вообще по всем. Просто по всем. Да, но все-таки в Москве мы… То есть это казалось, что жесть, но когда мы увидели то, что было в Минске, стало понятно, что в Москве это еще так, цветочки. Ну, жесть, потому что не было того, что было в Минске. Просто не было. Ни количественно, ни качественно не было того, что было в Минске. Если выйдут здесь так же, то тоже будет жесть. Графика у нас не было. Ну, то есть нам вечером звонили, писали, говорили, там, выходишь в такой-то день, такую-то смену, допустим, ну, на следующий день. Все, так можно было отработать 20 дней, на 21 день, потом один день отдохнуть и дальше пойти работать. А рабочий день сколько длится? Ненормированный. То есть ты… Пока не закончится мероприятие. Ну, то есть я могу приехать в 5 утра и уехать в 5 утра. Ну и, соответственно, мы понимаем, что стресс, усталость копятся, да? Конечно. И это тоже провоцирует на агрессию. Я думаю, это основное, потому что человек, не отдохнувший, он всегда будет взрываться. Ну, я считаю, что у нас, и вот, скажем, если брать наши, там, конечно, они не могут сравниться с белорусскими, слава богу, но эксцессы с силовиками, они где-то были подобные, когда, в общем-то, там, лежачего могли дубинкой вдвоем охаживать, там, например. Ну, я вот этого не понимаю. Не понимаю. Но такое же было. И, ну, видно, что эти люди делают это не спустя рукава по приказу, а с удовольствием. Да, это видно. Ну, как психолог, я могу сказать. Я думаю, они себя чувствуют обескуражены, если говорить мягко, потому что зверство, которое они совершили, ну, вряд ли может быть спокойно на них отразиться. Мы же видим и сообщения о изнасилованиях в тюрьмах, и да, это поведение, ну, не совсем адекватное, даже с точки зрения жестокости. А вот скажите, должны приказ дать человеку, чтобы он вот с удовольствием начал дубинкой сбивать. То есть прям конкретно сказать, значит, делайте по максимуму, жестко, работаем, ответственности не будет. Обязательно должен быть приказ. Раз. Второе. Очень сильно подстёгивает коллективное действие. Когда ты смотришь, а как твои товарищи боевые это делают, как они относятся, и как они посмотрят, если, например, что-то не так сделаешь. А, если вдруг отступишь, да? Да. И третье – это очень важно. Очень важно. Работая по приказу, ты получаешь такую индульгенцию, как Меледи на отравление Д'Артаньяна приблизительно. И когда у тебя развязаны руки, то есть ты делаешь по приказу, тебе сказали бить, и ты бьёшь. И понимаешь, что тебе ничего не будет за это. Да, тебе ничего за это не будет. Вы согласны с вот этим триадой? Полностью, полностью согласен. Там есть ещё некоторые вещи. Какие? Это опыт тренировки. Вот приказ не даётся людям с улицы, но люди с улицы этого не сделают так активно. Был такой немецкий батальон, собранный из жителей Гамбурга. Это в какое время? Это военные, 1942-1943 год. Им приказали уничтожить местечко, то есть стариков, женщин, детей. Там никаких партизан не было. Когда давали приказ, то сказали, что вы все имеете право отказаться от выполнения этого приказа. Человек 12, по-моему, отказалось. Им ничего не было. Остальные пошли, и они несколько раз это делали. Потом пришёл приказ, что их переводят на Украину. И командир в журнале отметил, что несколько человек подошло и стало спрашивать. А на Украине им разрешат заниматься тем же самым, чем они занимались в Кольше? То есть? Вот так возникает жестокость. Вошли во вкус. Вошли во вкус. Умение управлять людьми, наверное, это самый большой, огромный мотиватор. И это вещь, которая на самом деле доставляет очень много удовольствия. Когда ты не животными управляешь, когда говоришь собаке, «Сей, встать, дай лапу». Это одно. А когда ты человеком или толпой можешь так управлять, это такой наркотик, настоящий наркотик. А винить их бы вы стали, каждого персонально? Я бы винил все-таки людей, которые отдают приказы. Не может быть армии, где каждый военнослужащий, каждый собравец, омоновец или спецназовец обсуждает и думает, преступный этот приказ или неприступный этот приказ. Если это будет не армия, это будет не спецназ, это будет не ОМОН. А в ситуации, когда нужно будет проявить какую-то жестокость, чтобы спасти тысячи людей, например, от смерти, они этого не сделают, потому что будут рассуждать, лейтенант правильный приказ дал или нет, или его лучше не выполнять, а потом обжаловать у майора какого-нибудь. Это не армия. Тот, кто отдал приказ, естественно, наверное, его ответственность больше. Он создал условия, он ввел искушение малых всех, тех, кто ему подчиняется. Но очень часто, ну, как ещё с 19 века, среда заела. Да, вот среда заела, но он не мог не убить, потому что он такой ужасный. Тварь, не тварь, дрожащая. Да, да, да. Вообще-то у каждого есть выбор. Мы знаем это по разным горячим точкам. Когда там кто-то идёт убивать соседа, а кто-то скрывает соседа. Вот про этих мужиков в Окрестино я не могу себе представить, что они возвращаются домой. Вот сейчас идут карикатуры, когда там папка пришёл и приходит в крови ОМОНовец. Вот я не верю, что он приходит, и он такой вот радостный, добрый. Он всё равно, я уверена, что они там, не знаю, бьют жён, унижают детей. Ох, это большой вопрос. Я не могу в это поверить, что человек, который насилует женщину дубинкой, который парню глаза пытается выдавить, что он потом приходит, и он милый и хороший отец. Он может быть на фотографиях таким. Но то, что там где-то, всё равно он будет садистом. В супружеской спальне. Или на кухне, воспитывая детей. Он просто это не покажет нам. Я вообще не понимаю, кто такие садисты. Садисты, если мы говорим о каких-то патологиях, если мы говорим о каких-то девиантных формах поведения, либо там вообще психиатрических диагнозах, их там практически нет. Да, я сам видел запись в одном личном деле на протоколе освидетельствования, где психиатр написал человеку о лёгкой степени дебильности, годенном для службы ФППС. Но всё-таки это, я думаю, люди те, которые вполне себя адаптированно чувствуют в жизни, в отличие от тех же там садистов. На работе мы же работаем, правильно? Мы не относимся к этому максимально серьёзно, как к семье. Здесь человек выполняет какие-то свои функции. Сегодня надо задержать этого человека или задержать этого человека. Он для него предмет работы. Всё, не более того. Я много слышал от посторонних людей, что невозможно себе представить, что человек работает на митинге жёстко, там как-то задерживает, избивает, а потом приходит домой, а там он добрый отец. – Возможно. Есть такие примеры, да. И таких примеров много на Сан-Гелии. – Вы знаете, сколько я раз встречал командиров, которые, кроме как матом, не разговаривали с своими подчинёнными. И когда я их видел дома с женой, которая является обычной домохозяйкой, они просто вставали на задние лапы и выполняли любой приказ. Некоторое время назад был обнаружен такой альбом «Аушевица» Освенцима. Это альбом фотографий, который вёл один из эсэсовцев, который там служил, и он документировал не то, что происходило в лагере, а жизнь повседневных эсэсовцев, которые всё это и делали. И если не знать, что эти люди делают… – То они милые люди. – Милые, играют там, общаются с женщинами, пьют слегка чай, алкоголь. Не производят впечатления садистов вообще ни разу. А вы понимаете, а как должен выглядеть садист? Он что, всегда по локоть в крови? Это к вопросу о том, что жестокость бывает разная. И как люди выглядят на фотографиях, он может устроить у себя дома моральный концлагерь, а потом он фотографируется. Это же классическая история, это ремарка «Искра жизни». это же то, что, в принципе, ломает понимание мира любому мыслителю, когда он смотрит, закончилась, например, Вторая мировая война, и он смотрит, куда деваются люди, которые совсем недавно убивали, и убивали, причём не в окопах, а просто без нужды убивали. И вот здесь сознание ломается. И вот это понимание того, что в каждом человеке сидит какой-то маленький фашист, оно страшное, как надо его над этим жить. Типичная для меня ситуация. На улице уже, по сути, ночь, в редакции никого, а я всё сижу за компьютером и работаю. Сейчас, если интересно, дописываю текст для завтрашних съёмок редакции «Ньюз». Естественно, когда за окном уже так поздно, а сил почти не осталось, я еду домой на такси. И вызываю я его с помощью «Сити Мобил». Тем более, что сейчас там можно ехать домой с 10-процентной скидкой. Просто указываете в приложении нужный адрес, как «Дом», и вуаля! Поездка на этот адрес будет для вас дешевле обычного. О, как раз машина подъехала. Ну и вообще, «Сити Мобил» – это комфортный сервис, вежливые водители, невысокие цены, новые автомобили. Кстати, доезжать до дома со скидкой ещё приятнее, если ехать на комфорте или на бизнесе. В общем, ссылку на приложение оставляю в описании. Ну и сам, наконец, еду домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, что обе этих картинки – человек-злобный зверь или человек от природы добр, давайте поливать эти цветочки, они вырастут, что и то, и то – это слишком примитивно. Вот я, кстати, когда начинала работать учителем, но мне казалось как раз, детские такие прекрасные, а вот все эти злобные учителя, они их давят. Давайте мы сейчас дадим им полную свободу, и они расцветут. Я знаю, как учитель, что происходит, когда ты даёшь ученику полную свободу. Но это то, к сожалению, мы видели в школе очень много добрых, симпатичных, прекрасных учителей, которые не могли справиться с дисциплиной, поэтому уходили. И по моим наблюдениям как раз дети, которые, скажем, остаются… Это вот сейчас, я думаю, может быть, это довод в пользу как раз того, что не так всё плохо. Дети, которые остаются одни в классе, они ведут себя лучше, чем когда там вот такой слабый учитель. Вот какой-то уступает момент, когда класс может просто звереть и начинать издеваться. Но мне-то кажется, что в нас есть и то, и то. Классическая вещь, с которой мы все исходим – это то, что Ханна Арендт написала про банальное зло. Ханна Арендт – журналистка «Нью-Йоркера», это американский журнал, которая в 1962-м освещает уголовный процесс, который идёт в Иерусалиме над Адольфом Эйхманом. Это вообще потрясающая история. Значит, Эйхман был одним из организаторов Холокоста. Он не убивал лично, никого не стрелял, не травил. Он был таким чиновником, бюрократом, который сидел в Берлине и отвечал за логистику. Кого, в каком количестве, как наиболее эффективно отправить в лагерь смерти. И после войны он убежал в Аргентину. Там был пойман израильской разведкой, доставлен в Иерусалим, где был очень громкий, открытый судебный процесс, который подавался как суд над одним из главных нацистских монстров, над одним из чудовищ, которые спровоцировали и которые выполняли своими руками, творили весь этот кошмар. Эйхман был в итоге признан виновным и повешен. И вот Ханна Арендт опубликовала книгу, за которую ее потом, кстати, очень много критиковали, с другим взглядом на этот суд и на этого человека. Она показала, что Эйхман – это никакой не маньяк, не прирожденный убийца, а что это обычный, ординарный дурократишка, который попадает в обстоятельства, когда система его подталкивает к тому, что выгодно и правильно для карьерного роста, для хорошей жизни убивать себе подобных. Чем больше, тем лучше. И он такой – да, почему нет? И он в суде, Эйхман, много раз искренне недоумевает. Говорит – почему вы судите меня? Все же так делали, всем отдавали приказы. Вот судите Гитлера с Гиммлером, почему я? И у книги Арендт очень важное название и очень важный подзаголовок. Она называется «Эйхмана в Иерусалиме. Репортаж о банальности зла». И вот это очень важная мысль, которая во многом переворачивает сознание, к сожалению, не продавленная в сознании, в таком настоящем общественном сознании, что вот такого рода вещи могут произойти с каждым. То есть, когда он выполняет вроде бы абсолютно правильное решение, плановый лесоповал и прочее, то он вообще не обращает внимания, сколько человек при этом погибнет. Важно, чтобы план был выполнен. Ханна Арендт не пытается обелить Эйхмана, она не пытается сказать, что это невинный человек, не надо его казнить и так далее. Она приветствовала смертный приговор, которым закончился процесс в 1961 году. Но в то же самое время она говорит, что корень зла, он не там, что это какие-то психопаты, социопаты, антисемиты, в общем-то, организовали весь этот Холокост. А она говорит, что преступление массовое в тоталитарном режиме опирается на вот таких вот бездумных, не способных критически мыслить Эйхманов с маленькой буквы. И там в этих конторах, во всех этих учреждениях, в СС, в министерствах и так далее сидят такие Эйхманы, которых поощряет режим за то, что они хорошо выполняют свою работу, хорошо в кавычках для нас, и не задают критических вопросов, критически не мыслят. То есть это то, на что как раз опирается тоталитарный режим. Про тоталитарный режим был такой поздний советский фильм «Убить дракона» Марка Захарова по одноимённой пьесе Евгения Шварц. Там прекрасные актёры играют, сейчас фильм довольно сильно забыт, может быть, вы и помните. Фильм тоже про банальность зла, если коротко про то, что дракон внутри каждого из нас. И вот там главный герой, которого играет Александр Абдулов, «Ланцелот». Он дракона, когда убивает уже, он ведёт своё расследование. Пытается понять… Вот дракона Янковский играл. Пытается понять, почему при режиме дракона все вокруг вполне комфортно были такими драконятами. Не смотрите так. Дело не во мне. Нас молодых так учили, понимаете? Нас так учили. Всех учили. Но почему ты оказался первым учеником? Скотина. Вот это вот ключевой вопрос. Он на самом деле такой же философский, как знаменитый вопрос про яйцо и курицу. Что первично? То, что система требует, или то, что ты всё-таки делаешь то, что она требует? Чувствуйте ещё раз. Система хочет, чтобы ты был первым учеником. И ты становишься первым учеником. Что вот в этой связке первично? Требование системы или всё-таки твоя готовность стать подонком? Они стали первыми учениками. Все как один. И, кстати, Акристина только стала так, значит, сильно в СМИ, потому что там есть другие. В Бресте там, бог знает, что творилось. Ещё где-то. То есть таких отрядов достаточно много. То есть это люди, которые перешагнули некоторую черту. Вот там всё время фотография, как девушка стоит и держит плакат, нас заставляли раздеваться. Позволю себе тут небольшую цитату. Представьте себе, что моральные ценности – это автомобиль, у которого рычаг переключения передач в нейтральном положении. Ну, с механической коробкой автомобиль. И если он находится на склоне и покатился, то дальше всё зависит от внешних обстоятельств намного больше, чем от вашего желания. Это говорит Филипп Зимбардо, знаменитый американский психолог, автор Стэнфордского эксперимента. Его проводят в 1971 году. Суть очень проста. Отбирают 20 небольшим молодых здоровых людей, условно разделяют их на заключённых и надзирателей, помещают в условную тюрьму. И на буквально второй-третий день эксперимента надзиратели начинают реально жестить, начинают унижать, а потом и физически воздействовать. Не то, чтобы они там избивали, но они применяли силу к заключённым. А заключённые, в свою очередь, начинают проявлять покорность, готовность к тому, что с ними будут так обращаться. И вся эта жесть нарастала так быстро, что на пятый день эксперимент пришлось прервать раньше запланированного времени. Там важно продолжение жизненное. Он ведь защищал непосредственных исполнителей в Абу-Грейт, в тюрьме в Ираке, говоря, что вообще за их поведение ответственны те командиры, которые давали приказ. Начальник тюрьмы ответственный, генералы должны отвечать больше, чем исполнители прямые. То есть, если простого парня ставят в условие, когда его природная агрессия может ярко проявиться и жестокость, то нельзя спрашивать только с него, когда это произойдёт. Безусловно. То есть, собственно говоря, весь Стэнфордский эксперимент был об этом. Расскажите, пожалуйста, про эксперимент Миллиграмма. Что это такое было? Эксперимент Миллиграмма заключался в том, что испытуемому давали задание, что он преподаватель, а с той стороны, за стенкой, за матовым стеклом находится ученик, который должен какие-то там задания выполнять. Испытуемый и настоящий должен был ошибки наказывать электрическим током. Разная сила тока, в том числе была риска, что вот это смертельная доза. И довольно большое количество испытуемых зашкаливало. А с той стороны были актёры, которые вообще никакого тока не получали, просто вот задание изображали. И они просто по плану ошибки даже делали. Они кричали, предсмертные всякие крики, крики боли и так далее. И вот практически никто не остановился. А на вопрос о том, почему они это делали, они говорили, что экспериментатор мне сказал. В то время как по заданию экспериментатор стоял просто рядом, наблюдал и ничего не говорил, не выражал. И если говорить вообще о духе того времени и экспериментах, Эмилграмма и Эзембарда, в первую очередь, они как люди пытались понять, как вот всё могло произойти в Германии. И, собственно говоря, третья волна была тоже этому посвящена. Школьный эксперимент «Третья волна» проводят в Калифорнии в 1967-м. Проводит его популярный молодой учитель Рун Джонс. Он ведёт историю. И у него ученики, он в старшем классе, в последнем преподает, спрашивают на уроке, а как немцы во время Третьего рейха могли, зная всё, что происходит, зная, что Холокост, почему они не сопротивлялись, почему они не возражали, почему они не свергли Гитлера, в конце концов. И Джонс, чтобы ответить детям на этот вопрос, решает с ними провести, как ему кажется, такой весёлый игровой эксперимент. Он им начинает объяснять про важность дисциплины. Дисциплины каким образом? Сели, встали, руки сложили, сели, встали, руки по швам, вышли из класса, вошли в класс, строим, в ногу, сели, встали, сели, встали. И детям начинает нравиться. Тогда он продляет эксперимент на ещё один день и на следующий день рассказывает детям, что теперь они единая группа, что они скованы железной дисциплиной, вовлечены в организацию, что там будет тайная полиция, что все должны друг за другом надзирать и стучать. Короче говоря, забегая вперёд, он за пять дней этого эксперимента из вполне себе американских раздолбаев выращивает такой, ну, прям Гитлер-югенд. И всю школу, включая взрослых, в этот эксперимент как в чёрную воронку начинает затягивать. Рон Джонс, кстати, жив, и мы с ним созвонились. Я хотел, чтобы они прочувствовали это на себе, а не просто прочитали в учебнике, каково это было — жить в авторитарном обществе. Но мне и самому было интересно, что же будет дальше, после того, как мы ознакомились с дисциплиной. Тогда я спонтанно, мне здесь пришлось импровизировать, ведь я ничего заранее не планировал, не продумывал, подошёл к доске и написал слово «общность». И затем начал пытаться разобраться вместе с учениками, что же такое общность, общее движение, общее дело. Когда ты делаешь нечто большее, чем ты сам. Для всех, чтобы твоё сообщество стало сильнее и лучше. Общность. У нас были атрибуты маленького фашистского государства, такие как слоган, название организации, нарукавные повязки, партийные билеты, приветствие в нацистском стиле. У нас были определённые правила поведения. Если вы встречаетесь с преподавателем в классе, нужно было встать около своей парты, сказав «да, мистер Джонс», после чего нужно было давать очень короткие ответы на его вопросы. Стоять у парты нужно было ровно, нельзя было крутиться и ёрзать. Через какое-то время он распространил правила поведения и на пространство вне класса. Здороваться в нацистском стиле теперь было необходимо везде. А как выглядело это приветствие? Я просто обычно его не показываю. Мне от него не по себе. Это не нацистское приветствие. Мне просто не очень приятно это делать. Не хочется возвращаться к этому, если честно. Ничего себе. Итак, вы не ожидали такой реакции от своих учеников? Да, это было неожиданно. Но, кроме того, меня вот что удивило. Очень быстро я осознал, что в таком формате начинаю успешно вовлекать группу середнячковых студентов, которые обычно не чувствуют себя частью коллектива, не чувствуют себя успевающими, что помогаю им ощутить свою причастность к чему-то большему, чем они сами, учиться более усердно. Учебный процесс в классе пошёл куда активнее, и я даже на какой-то момент подумал, что открыл новый педагогический метод. Поначалу это выглядело весело, но потом случилось вот что. По утрам он начал доставать листок бумаги из своего кармана и, держа его в своей руке, вызывал некоторых учеников по одному и обвинял в нарушении правил перед всем классом. Он говорил, что секретная полиция донесла на этого ученика. Тот, в свою очередь, оправдывался, обещал больше так не поступать. Учитель пытался уговорить одноклассников сказать что-то ещё плохое против этого ученика, не видел ли и не слышал ли кто-то чего. Потом спрашивал кого-нибудь в лоб о том, виновен ли ученик. Тот отвечал, что, наверное, да, виновен. Преподаватель требовал чёткого ответа. Так скажи, что он виновен. И весь класс повторял в унисон «Виновен, виновен, виновен». Этого ученика выгоняли из класса, и ему не разрешалось возвращаться в ближайшие дни. Его отправляли в ссылку на территорию библиотеки. Да, сейчас это звучит смешно, но именно там у нас была ссылка. Провинившиеся исключались из группы. Это было страшно. Я читал, что у вас в классе был мальчик, который начал вести себя как ваш личный телохранитель. И потом, когда всё закончилось, когда он понял, что всё это не по-настоящему, он расплакался. Это правда? Да, Роберт. Сидел на первой парте возле двери. Никогда ничего не говорил во время уроков. В обед он любил приходить ко мне в класс и играл сам с собой в шахматы. Он был сам по себе. А тут вдруг он сам вызывается и говорит, «Мистер Джонс, хочу быть вашим телохранителем». Роберт стал ходить за мной по всей школе. Даже в учительскую, куда ученикам заходить нельзя. Я очень хорошо помню, как он зашёл туда вслед за мной, и учитель английского, который всегда там сидел, проверял работы, сделал ему замечание. «Роберт, детям нельзя заходить в учительскую». И мальчик посмотрел на учителя и ответил, «Я не ученик, я телохранитель». Тогда я понял, что Роберт перешёл какую-то невидимую черту, и я тоже начинаю её переступать, потому что стал получать удовольствие от своего эксперимента. Получать удовольствие от эксперимента? Да, меня завораживала власть, преклонение. Понимаете, я иду по коридору, и тут сотня студентов встречает меня нашим приветствием. Это затягивает. Преклонение, власть, контроль, паранойя. Всё это затмило мой разум. А какова была реакция взрослых, директора, родителей? Я всё надеялся, что кто-нибудь из коллег-учителей зайдёт в кабинет и воскликнет, «Что, чёрт возьми, тут происходит? Что вы творите?» Ведь в подобных вопросах заключается сама суть демократии. И я бы тогда смог показать на этого человека и сказать, «Вот, вот оно, наше спасение». Эти вопросы спасут нас, заставят остановиться, обдумать, оценить своё поведение. Но такой человек к нам так и не пришёл. Никто из родителей не пришёл. А директор и вовсе сам присоединился к волне. Думаю, вы слышали о Стэнфордском тюремном эксперименте Филиппа Зимбарда? Да. В обоих случаях люди примеряли на себя поведение в тех ролях, которые им назначили. В обоих случаях они едва смогли избежать серьёзных последствий для психики. В нашем эксперименте мальчики дрались в коридорах. Охранники из эксперимента Зимбарда начали избивать заключённых. Я думаю, ещё немного, и оба эксперимента плохо бы кончились. Можете ли вы предположить, что бы было, если бы вы продолжили эксперимент и в какой-то момент отдали своим ребятам приказ драться с кем-нибудь, может, даже кого-то убить? Послушались бы они. В эксперименте было несколько этапов. Сила в дисциплине, сила в общности, сила в действии и сила в видении. Когда мы все их прошли, я осознал, что дело принимает опасные обороты, что пора с экспериментом заканчивать. Моя жена тоже указала мне на это. Она говорила, что я перестал быть весёлым, добрым, потерял себя. Всего за пять дней? Да, всего за пять дней. Это очень быстро происходит. И вот в последний день я организовал мероприятие. Собрание, на котором ученики должны были якобы встретить своего нового лидера. А собрание это будет транслироваться на всю страну. Я пошёл на собрание, потому что хотел наконец-то получить ответы на свои вопросы. Я хотел понять, насколько реальным было происходящее. В кабинете были репортеры, но они были не настоящими. Это были его друзья. Мы не знали об этом. Мы считали их настоящими журналистами. Мы проговорили слоганы на камеру для репортеров и стали ждать выступления. Оно должно было быть по телевизору. На экране пошли помехи, знаете, как снег. Я подумал, что возникли какие-то проблемы с техникой. Но снег шёл и шёл. Я подумал, может быть, лидер не готов к выступлению. Снег всё шёл. Видимо, что-то пошло не так. В тот момент они поняли, что никакого лидера нет. А я показал им кадры из нацистской Германии и фото жертв Холокоста и Гитлера. И сказал, вот наш лидер. Вот куда у нас всё шло. Вот кем мы могли бы стать. Мы ничем не лучшие и не хуже немцев. Мы такие же, как они. Мы отдаём свою свободу за возможность быть выше других. Как отреагировали ваши ученики, когда поняли, что это был лишь эксперимент? Неразбериха, недопонимание, боль, тоска, печаль. Для них это была потеря. Потеря чего-то, к чему мы шли. Кем мы могли быть. Это своего рода открытие. Ты осознаёшь, что ты расист, например. Или что ты способен делать очень злые вещи по отношению к другому человеку. Потому что ты думаешь, что ты лучше других. Опрос студентов показал, что их мнения сильно разошлись. Конечно, никто из них не говорил. Я был одним из плохих парней, и мне это нравилось. Хотя это ровно с ним и случилось. Сейчас некоторые студенты говорят, что они знали о том, что это была игра. Говорят, что делали это только ради хорошей оценки. Если бы такое случилось в Америке сейчас, на следующий же день школу наводнили бы адвокаты и психологи. В 60-е на это закрыли глаза. Потом мы просто обсудили произошедшее, мы задали Джонсу вопросы, а он задал вопросы нам. Скоро заканчивался учебный год. Нашей последней темой того года была война во Вьетнаме. Тысячи наших солдат умирали там ежемесячно. Мы перешли с разговоров о вымышленной реальности к настоящей. Там угроза нашей жизни могла быть вполне реальной, потому что в стране был призыв, и мы могли попасть на войну. Как вы считаете, взрослых, так же просто, как и детей, поставив в определенные условия, заставить жить по чужим правилам? Определенно. Думаю, фашизм может возникнуть не только в какой-либо стране. Он может появиться у вас дома. Он может появиться в месте, где вы исповедуете свою религию. На работе. Фашизм – явление, которое появляется, то тут, то там. Вы ведь работали, среди прочего, в мемориальном комплексе «Дом Ванзейской конференции», правильно? Да, с ними я продолжаю работать. Я поясню тем, кто не знает, а большинство не знает. Ванзейская конференция – это такое собрание высших бюрократов Третьего Рейха. Именно там звучит, что фюрер принял решение физически уничтожать евреев. Скажите, пожалуйста, если говорить не о непосредственных исполнителях, даже не о тех машинистах, которые управляли поездами, шедшими в Аушевиц, а просто о немецком народе в широком смысле. Люди ведь понимали, что происходит с евреями. Люди ведь понимали, что не просто так они все куда-то делись и исчезли. Почему, на ваш взгляд, мы знаем, отдельные случаи сопротивления в Германии действительно были, но в целом люди не задавали вопросов, тем более не выступали против фюрера, не было никаких восстаний и так далее? Наверное, такова психология человека, такова психология массы, что в критической ситуации первый инстинкт – позаботиться о себе, может быть, о своих родных и близких. Многие уезжают, не надо забывать о том, что именно в 1933 году та же Ханна Арах покидает страну, уезжают многие, понимая, что это не та страна, где следует сейчас оставаться, потому что ничего хорошего не ждет. Многие уходят во внутреннюю эмиграцию, пытаются разделить политическое и личное. В политике творятся ужасные вещи, но есть своя какая-то жизнь, и в ней какой-то создаётся комфорт и уют. Кто-то неистово всё это дело поддерживает, ходит, салютует, видит для себя возможности. И вот, кстати, тоже феномен Эйхмана – то, что те молодые мужчины, парни, которые до 1933 года, у них очень мало было возможности как-то социализироваться, как-то идти вверх по социальной лестнице, получать профессии, в силу разных причин, в том числе и в силу того, как жила Германия, они приходят к гитлокласте, они в этом новом режиме видят возможность. То есть вот сейчас мы придём на самую верхушечку, и нам будет хорошо и уютно. А многие, вот три категории перечислют, четвёртую категорию выделю – это те, кто, собственно, отключают критическое мышление, потому что это чревато, это сложно, это опасно, ну и живут себе согласно каким-то своим представлениям о том, как надо жить в отрыве от политической ситуации. И таких людей большинство. Правильно я понимаю? Вот они эксперименты, которые были тогда поставлены, вот они результаты. Да, таких большинство. Те лагеря смерти, которые именно мы обозначаем как лагеря смерти, не консулагеря, не трудовые лагеря, а лагеря смерти, такие как Треблинка, Белжец, Собибор, они же не находятся в Берлине или под Берлином, они не находятся в окрестностях Мюнхена или Гамбурга. Это за пределами. То есть из немецких городов евреев выселяют, населению объясняются ребята, у евреев сейчас программа переселения, переселяем их там, где они будут жить. Ну и, в общем-то, для большинства немецких граждан этого достаточно, чтобы успокоиться и не задавать лишних вопросов. Вы как для себя отвечаете на этот вопрос? Вот когда весь народ говорит «мы ничего не знали», знали на самом деле и молчали, или действительно были не в курсе? Если мы почитаем письма того времени, как присылает какой-нибудь член СС, который принимает участие в массовых расстрелах под Ригой, присылает жене письмо, вот такое письмо, сейчас на выставке в Доме Водительской конференции можно увидеть этот объект. Вот столько пишет о том, как их кормят, о том, какая погода, как он скучает по жене. И в конце приписочка «слушай, здесь уничтожают всех евреев, ты не беспокойся, так должно быть». Жена живёт в Германии, жена знает, она с кем-то общается – соседи. Есть такое понятие «эффект дженовеза» или «эффект наблюдателя» про то, что вообще всех нас касается, когда мы становимся свидетелями жестокости и ничего не делаем. Это такая проблема очень высокая. В смысле соучастие, в крайнем варианте, эффект дженовеза обсуждается как соучастие в преступлении, как то, что был свидетель и не сделал ничего. А почему он так называется? Ну, потому что девушку звали. А, там была девушка дженовеза, которая… – Фамилия, да. – В Америке в шестидесятых годах. Её убивали довольно долго. То есть в одном месте она там раненая, убежала в другое место. То есть она кричала, ну, по кварталу. И зажигались окна, потом тушились. И много свидетелей, как потом выяснилось, было. Никто не пришёл помогать. И никто не позвонил в полицию сама такой вот. Вот, конечно, применительно к нам, в смысле к России, вот эта тема, как и почему человек становится из обывателя палачом, что его на это толкает, она имеет особенное значение. Небольшая цитата из Сергея Довлатова. «Вот мы и без конца проклинаем товарища Сталина». И, разумеется, за дело. И всё же я хочу спросить, а кто написал 4 миллиона доносов? Дзержинский, Ежов, Абакумов с Егодой? Конечно нет, их написали простые советские люди. Означает ли это, что русские нация доносчиков и стукачей ни в коем случае просто сказались тенденция исторического момента? Мы в правильном месте, чтобы поговорить про этот самый исторический момент. Музей истории ГУЛАГ. Что касается самих доносчиков, то они преследовали все разные цели. Были принципиальные доносчики, те, которые действительно считали, что страна наполнена врагами народа. Наверили, короче. Да, верили в это, что необходимо быть бдительными. А бдительность – это перерастало в всеобщую подозрительность. А были и доносчики, которые преследовали личную цель. То есть это комната соседа, да, это известная история. Или продвинуться по своей карьерной лестнице и так далее. Ну вот взять Павлика Морозова. Известная история про пионера, который сдал своего отца. И он же был одним из таких героев советского пантеона всегда. При этом все как-то внутренне понимали, что он стукач. И его как бы всегда недолюбливали, даже когда его официальное государство продвигало. То есть человеческая сущность явно сопротивлялась вот этому навязыванию того, что доносить, сдавать собственных родителей – это правильно. Насколько легко поменять вот эту настройку в человеке, как вам кажется, опираясь на тот опыт, с которым вы имеете дело в сталинских репрессиях? Понимаете, что в данной ситуации, конечно же, особую роль сыграла вот эта мощнейшая агитационная пропагандистская работа с населением, которая велась, прежде всего, в то время, это когда из всех возможных средств массовой информации, то есть из газет, журналов, по радио, снимались даже документальные фильмы, которые показывали перед просмотром художественных кинотеатров, о том, что страну окружают враги, что необходимо с этими врагами бороться, необходимо их выискивать. Пропаганда может сделать людей жестокими? Может, к сожалению. Умело построенная, и она обычно нацелена на бессознательное. Не на рассуждения какие-то. Да, у вас неплохая политическая программа, а давайте обсудим пункт пять. Вот это уже требует какого-то такого рационального начала. А когда тебе просто говорят, пошли бить вот этих... Радиоактивный пепел. Да, да, то тут всё отлично. И дальше, ну, ничего принципиально нового, кроме того, что придумал доктор Геббельс, к сожалению или к счастью, никто... Что именно вы имеете в виду? Должно быть примитивно. Пропаганда рассчитана, как он говорил, не на всяких интеллигентиков, а на быдло. Он, конечно, все эти массы презирал совершенно. Много раз повторяйте одни и те же простые вещи. Упирайте на ненависть. Всё. Чем больше обман, тем легче ему верить. Конечно, тем грубее, да. Если человеку говорят, какой он хороший, он сидит там нищий, голодный, работы нет, школы из школы выгнали, ну, ещё что-нибудь такое, а ему говорят, какой он классный, а его счастью мешают, ну, дальше, значит, там евреи, коммунисты, американцы, геи, ну, и дали по списку. Всё, и пошли бить. Вы очень интересно рассказывали, я видел про такую аббревиатуру, она не всем гражданским знакома, АППГ, аналогичный период прошлого года. И объясняли, как это связано с проявлениями насилия в том числе. Поясните, пожалуйста. АППГ – это бог правоохранительных органов. Ты всегда должен дать результат чуть больше, чем дал в прошлом году, аналогичный период прошлого года АППГ. И всегда ты завязан на него. Как оно относится к насилию? Ну, в одном РОВД, в московском, человек принёс питона. Ну, просто нашёл на улице питона, принёс, уже подыхающего. Ну, его собирались на свалку выкинуть. Один опер сметливый этого питона забрал, у него стоял по случаю большой аквариум, который он изъял где-то на месте происшествия. Уже всё, всеми забыты, никому не нужны. Поселил этого питона там. Питон стал работать операм. Он раскрытие давал просто колоссальное. Каким образом? Принятили крюк к потолку человека. Ну, в основном это из нижайших социальных страт. Человека просто за ногу вешали на этот крюк над питоном. Лучше, чтобы питон был в это время голодный. И питон начинал подниматься. Рассчитывали так, чтобы питон чуть-чуть не доставал. Вроде бы насилия нет никакого, я имею в виду видимого. Но это раскрытие было просто огромное. Мало кто вот это всё мог перенести. И чем кончилось? Питон всё-таки ушёл на мусорку, потому что пошёл шум. Если говорить про специфику полицейского насилия, насколько палочная система, вот эта система отчётности, которую мы знаем, АППГ, влияет на то, что люди на это идут? Для улучшения показателей. Ну, влияет, да. И палочная система ведь никуда не делась. Она до сих пор работает. И показатель до сих пор требует. Мы можем зайти в любой отдел полиции, спросить, сколько у вас вензадержанных, и примерно во всех отделах будет одинаковое количество. А да? Ну, примерно да. То есть так можно посмотреть, есть ли у них палки или нет, в принципе. То есть если какой-то отдел будет сильно выделяться по количеству задержанных, у них начнутся проблемы? Или наоборот. Основная задача полиции — защищать и служить. Жестокости со стороны полиции не должно быть оправдания. Я не знаю ответа на этот вопрос, но мне интересно, какой процент полицейских раньше служил в армии? В армии их работа заключается не в том, чтобы защищать и служить. Там молодых людей учат убивать. А если они впоследствии становятся полицейскими, как им объясняют, что надо помогать людям? Я не знаю ответа на эти вопросы, но думаю, что это является проблемой. Выйдя из этих критических обстоятельств, человек, совершавший акты насилия, он сожалеет об этом? Или он это просто прячет в себе, не думает про это? Или он продолжает внутри себя считать, что всё было норм? Ну, вот тут как раз чистой воды психология. В том смысле, что огромный спектр индивидуальных различий. Есть люди, которые начинают жалеть о том, что они сделали. Иногда даже активно и начинают активно участвовать в каких-то движениях. Ну, яркий пример – один из самых известных физиков 20 века – Левус Циллард, который, зная, что немцы могут разработать атомный проект, уговорил Эйнштейна написать письмо президенту Соединённых Штатов, что нужно самим создавать атомную бомбу. После того, как произошла Хиросима и Нагасаки, он стал одним из самых активных борцов за запрещение ядерного оружия. А есть люди, которые продолжают свою деятельность в мирных условиях. Ну, у нас гигантский взрыв насильственной преступности после войны. Вы говорили, что встречали много ментов, которые избивали людей, а потом жалели об этом. Не раскаивались, а именно жалели. Поясните, в чём разница? Жалели, что это вышло наружу, жалели, что они понесли наказание, жалели, что не сумели это сделать тихо. А, то есть они не о том жалели, что они кого-то избили? Да, но раскаивание в поступке, что я взял и избил человека, такого я не встречал вообще. Есть конкретная вина конкретного человека, и за конкретно содеянное им его судят и наказывают. А ответственность — это более широкая категория. Ответственность может уже нести целое общество. И, в общем-то, в Германии это так и происходит, что долгое время после окончания Второй мировой войны был принят какой-то такой консенсус, что виноваты и, значит, ответственны только вот те, которые были в Нюрнберге, ну и в крайнем случае в Иерусалиме в 61-м году, и их уже наказали. А все остальные ни при чём не знали, ничего не могли сделать. Время было такое, и все же всё понимают. А ответственность, да, вот категория вот этой ответственности в современном немецком понимании, она сформировалась только к концу 80-х годов, когда в Германии, как грибы после дождя, начали, наконец, происходить какие-то процессы, какие-то дискуссии общественные, начали открываться музеи, мемориальные комплексы и выставки, информировавшие о том, что, ребята, наше общество ответственно, вы не виноваты, вы не жили тогда. Но мы все вплоть до сегодняшнего дня несем ответственность за то, что произошло, и в этой парадигме Германия живёт до сегодняшнего дня. Последний вопрос. Согласны ли вы с высказыванием, которое приписывает Эдмонду Берку, «всё, что нужно для торжества зла, чтобы хорошие люди ничего не делали» или это упрощение? Ну, фраза очень красивая, но с моей точки зрения упрощение. Если я твёрдо уверен, что я хороший человек, то я точно знаю, что зло должно быть уничтожено. И дальше, так сказать, понятно, да? Когда мы говорим «хороший человек», каждый из нас вкладывает в это своё. И был такой старый анекдот о том, что пойду кого-нибудь подстрелю, а если он тебя... А меня за что? К сожалению, жестокость и желание нарушать правила — часть нашей природы. В некоторых людях это проявляется. Для кого-то необходим контроль со стороны государства, потому что они не могут контролировать себя. Конечно, демократия — это хаос, особенно сейчас. Но многие из нас предпочтут жить в бардаке, нежели жить при таком авторитарном управленце, который будет говорить нам, как жить и как думать. В ходе того эксперимента Рон Джонс отобрал у нас свободу. Свободу слова, передвижения, собраний. Он забрал у нас все наши свободы, но я запомнил тот урок. Я предпочту жить в хаосе, нежели жить в мире, где Джонс ежедневно говорит нам, как нам жить, и наказывает, если я не следую его инструкциям. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Как правило, я в финале рассказываю, к чему я лично пришел. Сейчас, мне кажется, лучше меня скажет цитата из уже знакомого нам Филиппа Зимбарда, автора Стэнфордского эксперимента, из уже упомянутой книги «Эффект Люцифера», из финала этой книги. «Злу, таящемуся среди нас, нужно и можно противостоять», пишет Зимбарда. И это не просто абстрактная концепция. Как напоминает нам российский писатель и бывший узник ГУЛАГа Александр Солженицын, линия, разделяющая добро и зло, проходит через каждое человеческое сердце и через все человеческие сердца. Тут мы снова возвращаемся к вопросу, который уже несколько раз звучал в ходе этого выпуска. Кто в конечном итоге отвечает за совершенное зло, непосредственно исполнитель или командование, система, которая поставила исполнителя в эти обстоятельства? И вот Зимбарда, как мы видим, дает внятный и четкий ответ, кто в конечном счете отвечает. И я, честно сказать, с Зимбарда согласен, потому что, как говорят у нас на канале, все всё понимают и когда от вас, от нас ждут, что мы станем первыми учениками, мы, конечно, тоже это понимаем. И на самом деле каждый из нас может не стать первым учеником. По крайней мере не стать первым. Это редакция. Комменты, лайки туда. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok